всем привет сегодня у нас такая чудесная погода настроение отличное вышла на улицу девчонки а на улице лето это надо же не даже стало интересно как у нас тепло ну а так как на улице солнышко в душе тепло и светло конечно же за что нужно взяться в такие моменты конечно же за пересадку я уже переоделась по-домашнему думаю я хожу с такой вот тельняшки как моряк сейчас я приготовлю кору все приготовлю и мы с вами вместе будем пересаживать орхидеи а в какой горшок я вам сейчас так вот наша виновница торжества которую я хочу пересадить сейчас мы и достанем из кашпо ну будем смотреть что у нас здесь внутри я приготовила ножницы пинцет это самое необходимое чем я всегда пользуюсь также я приготовила керамзит средней фракции ох ну и кора кора вот такая у меня своя которая такая вот она невлагоемкая но мне как раз такая нужно потому что я буду добавлять керамзит я буду добавлять добавлять мох но и все будет все компоненты будет нормально и к тому же я еще добавлю немного грунта из орхидеи в котором она росла сейчас мы с вами и достанем вот она досталась очень легко сейчас я опущу камеру чтобы вам было видно горшки пока сторону почему я ее стала пересаживать вот видите у этой орхидеи неправильно растут корни для меня неправильно для нее конечно же все правильно я хочу чтобы эти корни находились в горшке как бы спускаясь вниз и росли вниз для этого мне придется удалить вот эти вот три листочка но вот этот вот листочка однозначно надо будет удалять который фласочный ну и вот это вот вся то что там растет внутри я сейчас уберу и обломаю я вот это вот не оставляю я не люблю вот так вот обламываю вот эти корни которые нас на это растут в торфяном горшке я их никогда не оставляю кстати некоторые другие корни которые тоже не очень важны и неважного качества я тоже их не оставляю ну здесь резать практически ничего если честно сказать корневая система вполне приличная сейчас мы посмотрим с вами куда она сядет в какой горшок мне бы хотелось конечно посадить в горшок ну в принципе она и в этот горшок хорошо садится вот мне нравится когда вот так вот растут в таких горшках орхидеи замечательно значит убираем горшок арты и будем сейчас готовить посадку именно в такой горшок дырки я не проделала сейчас я проделаю дырки так вот ножницами беру и по намеченным дыркам я просто проведу все вполне нормальные дырочки получились так вот сейчас я уберу кору и мы с вами вместе будем сажать кору именно ту который росла раньше орхидея но прежде чем убрать кору я хочу заметить кое-что ну во первых посмотрите в каком грунте росла орхидея грунт не особо влагоемкий здесь большинство коры торфа не вижу какой чипсов я не вижу значит орхидея нашей войдет и тоже такой же типа грунт пусть он хоть будет и домашний но тоже такого характера кора керамзит заменит кое-какие кусочки коры из прежде с прошлого грунта ну и мух по краю горшка кора не очень мне нравится на ней присутствует вот эти вот белые соли которые были это удобрение все вот посмотрите эту кору я наверное даже не оставлю если я ее и оставлю обдам керпитком ее и она мне пригодится до для других целей и в этой посадке я использовать не буду почему потому что грунт горшок закрытый я не увижу если что-то вдруг будет происходить поэтому только чистый грунт мой который я предварит кору я выкинула не стал ее оставлять в ней слишком много соли присутствует не хочу использовать больше нигде эту кору тем более что не настолько уж и мы бедны чтобы использовать такую кору кора у меня есть а если нет лесной коры можно как-то приспособиться купить в магазине или хотя бы посадить в керамзит так вот я удалила два листочка один фласочный листочек вот этот вот я листа вот этот вот лист я удалять не стала оставила все как есть сейчас я на дно положу керамзит керамзит я не стала помывать посмотрела вроде нормальной при поливе орхидеи все ненужные все смоется положу немножко вот так вот мох на дно горшка чтобы корни тянулись влаги на дно горшка я положу немножко еще коры круговом движении укладываю орхидею здесь даже укладывать не надо я люблю когда листья ложатся вот как бы на 2 на стенке горшка сейчас я пристану вот так вот вам чтобы видно было ну и буду засыпать орхидеи все вперемешку и кора крупной фракции использую в основном я кору крупной фракции в такие посадки еще раз повторюсь то что орхидеи растет слепую я не вижу я только единственное что могу наблюдать по состоянию орхидеи вот это единственное что мне показывает как она себя чувствует но мне кажется что еще надо орхидеи показывает все хорошо сейчас я внутри заложу тоже добавляю керамзит чтобы все было в перемешку керамзит сам по себе бедный грунт если так вот честно сказать он хорошо идет для наращивание корней когда его перемешку добавляешь там кладешь мох вот как как это делаю я не нравится так вроде нормально все получается сейчас я ее заложу ну вот видите кошка просится на улицу сейчас я выпущу посажу и покажу вам что у меня закончилась моя пересадка сверху положила мох к шейке положила кору я всегда подкладываю если у меня шейка находится немного ниже грунта вот специально для того чтобы туда не затекала вода при поливе бывает случайно мы даже просмотреть просмотрим вот и незаметно вода попадает в пазухе но так как мы не доглядели ставим ее а там где прохладно но и вообще орхидеи реагирует лишняя влага в пазухах листьев которые не выветривается она им тоже не нужно сейчас я буду с вами поливать приготовила я уже интерну кислоту ничем больше поливать не буду янтарная кислота у меня была разведенная я подумала а почему бы нет интерна кислота она идет как стимулятор она идет как для поднятия энергии и поднятия тонуса у орхидеи и у всех растений но и к тому же это очень хорошие создает амика микрофлору в грунте орхидеи и не только орхидей сейчас я ее пролью по краю горшка неудобно возьму любимую свою кружку и буду проливать вот по краю горшочка корни орхидеи ябска не сказала что были такие прям пересушенные нормальненькие такие корешки орхидеи поливая потому что она ничем у меня не обрабатывалась не резалась я не затронула ни один корешок чтобы задеть виламин потому что ответвление где были маленькие сухие я просто их срезала где междоузли было и все и все было нормально а так как грунт сухой керамзит сухой орхидеи не замачивалась обязательно нужно ее поливать сейчас я пролью еще несколько раз и и потому что кора сухая сами видели ну для того чтобы мог взял я добавляла по краю горшочка немного мог он сейчас все равно возьмет влагу и потихоньку-потихоньку будет как бы создавать благоприятную обстановку то внутри горшка ну с вами наверное я буду прощаться уже я рада кто был рядом со мной кто смотрел со мной до конца вот а вам я всем желаю хороших пересадок легких пересадок чтобы вы делали это с удовольствием и что у вас все хорошо и получалось и в дальнейшем эти орхидеи радовали вас они как-то расстраивали вот это наверное мои самые главные пожелания всем до новых встреч на моем канале всем пока пока а